МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Поговорить о текущих вопросах взаимодействия недропользователей с органами региональной власти и перспективах дальнейшего сотрудничества. Руководители зарубеж нефти Русвет Петра прибыли в Наринмар с рабочим визитом. Многие жилые строения требуют ремонта, но, по сути, делать его некому. У домов попросту отсутствуют управляющие компании. Проблемы села обсудили на еженедельном оперативном совещании. По данным ФМС, по НАУ на территорию нашего региона прибыло 37 граждан Украины, нуждающихся не только в жилье, но и в трудоустройстве. Готовы ли окружные предприятия принять на работу иностранцев, расскажем очень скоро. В Ненецкий округ с рабочим визитом прибыли руководители российской компании «Зарубеж нефть» Сергей Кудряшов и совместного российско-вьетнамского предприятия «Русвет Петра» Валерий Клинчев. В Наринмаре их встречал глава региона Игорь Кошин. На встрече стороны обсудили текущие вопросы взаимодействия недропользователей с органами региональной власти и перспективы дальнейшего сотрудничества. В течение двух дней гости посетят остров Колгуев, а также побывают на западно-хоседаюском и северо-хоседаюском месторождениях центрального Хариверского поднятия, разработкой которых занимается совместная российско-вьетнамская компания «Русвет Петра». Развитие местных аэродромов в качестве мобильной связи на селе и подготовка субъекта к приезду жителей Украины из неспокойных районов соседней страны. Все эти вопросы обсуждали на еженедельном оперативном совещании, которое в основном было посвящено проблемам сельских поселений. Так, например, администрация Неницкого округа сейчас нужно разобраться в ситуации, связанной с вертолетными площадками и взлетно-посадочными полосами, расположенными в муниципальных образованиях. Олег Хатанзейский обо всем по порядку. Руководители сельских поселений обеспокоены местными аэродромами. Все дело в том, что в этом году взлетные полосы были переданы в федеральную собственность. Но в итоге их обслуживанием по сей день продолжают заниматься муниципальные образования. Причем на собственные деньги, а это влечет за собой нецелевое использование бюджетных средств. Пообщавшись с главами муниципальных образований, первый заместитель губернатора региона Евгений Алексеев предложил в связи со сложившейся ситуацией провести отдельное совещание на эту тему, на котором найти общее решение проблемы. Оно состоится уже в ближайшее время. Говорили и о муниципальном жилфонде в селах. Многие строения сейчас требуют ремонта, но по сути делать его некому. У домов попросту отсутствуют управляющие компании. Евгений Алексеев предложил ввести единую коммунальную службу в поселениях, которая и будет обслуживать жилые строения. В качестве общей управляющей организации может стать Севержилкомсервис. Далее мобильная связь. В деревнях и поселках она снова хромает. На прошлой неделе в течение двух дней ее не было в Канинском, Коткинском, Карском, Пешском, Пустозерском и Хариверском муниципалитетах. В комитете по информатизации это объяснили запланированными работами. В четверг, пятницу прошлой недели там связь отсутствовала, ввиду того, что обновлялось программное обеспечение базовых станций. В городе по сравнению с сельскими населенными пунктами связь работает более чем стабильно, а вот криминальная статистика совсем не радует. Наринмарцы продолжают переводить свои деньги на счета мошенников, зато количество ДТП идет на спад. Тем временем наш регион готовится принять жителей Украины, ни много ни мало – 120 человек. Прибыть в столицу Ненецкого округа они должны уже в сентябре. Евгений Алексеев сказал, что готовиться к их приезду нужно уже сейчас. Обеспечить жильем и работой граждан средней страны будет не так-то просто. Для нашего региона мы получили, если соотнести с численностью проживающие на нашей территории, пожалуй, самое серьезное задание из всех субъектов, самое большее. На 43 тысячи проживающих на территории округа 150 человек – это очень много, потому что Архангельская область получила 390 человек на миллион 200. Шла речь и о детях, которые в этом году впервые отправились отдыхать в солнечный Крым. Накануне в Управление социальной защиты поступили обращения от родителей с просьбой разобраться. Были обращения граждан по предложению в Крыму, под руководством Григория Ирландии состоялся в районе штаб и сотрудники управления в Управлении для разрешения вопросов на месте. Практически все вопросы на сегодняшний момент были предоставлены руководством Магири. Подводя итоги совещания, первый заместитель губернатора региона затронул вопросы экологии. В деревнях и селах необходимо организовать работы по сносу неиспользуемого аварийного жилья, а также ликвидировать объекты, которые ранее принадлежали Министерству обороны страны. Олег Танзийский, Владислав Носкин, Телеканал Север. На планерке поговорили и о здравоохранении коренных народов Севера. Во время празднования Дня оленя в общине Ямпто полное медицинское обследование прошли оленеводы члены их семей. В общей сложности несколько десятков жителей Тундры. Оленеводы общины стали пациентами специалистов-медиков непосредственно на месте кочевья. Об этом на заседании доложил начальник управления здравоохранения Андрей Апицин. 36 оленеводов и чумработниц общины прошли флюорографическое и ультразвуковое обследование. 29 представителей коренных малочисленных народов сдали анализ крови и прошли ЭКГ-исследование. Кроме того, оленеводам была предоставлена возможность получить консультации таких специалистов, как невролог, стоматолог и врач общей диагностики. По словам начальника управления здравоохранения региона, в стальные оленеводческие хозяйства медикаменты доставляются в плановом порядке. В этом году в рамках проекта «Красный чум» медицинское обследование пройдут оленеводы СПК «Восход» в районе села Ома и СПК «Община Канин», основные места кочевья которого находятся вблизи села Несь. И теперь мы снова возвращаемся к теме беженцев. 120 украинцев прибудут в регион в конце сентября. Напомним, в июле премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление о распределении между субъектами России граждан Украины, прибывших в нашу страну в экстренном порядке. Так, Ненецкий округ должен принять на своей территории до конца этого года не менее 150 человек. Чтобы разместить такое количество прибывших, предполагается организация временных пунктов размещения. Один из пунктов будет располагаться в административно-бытовом комплексе в районе улицы Авиаторов, а второй в гостиничном комплексе в поселке Искатели по адресу Переулок Арктический. Оба здания требуют небольшого косметического ремонта. Помещение оборудуют необходимой мебелью и бытовой техникой. Пункты временного пребывания начнут свою работу в конце сентября текущего года. Напомним, в них окружные власти планируют разместить 120 граждан Украины. Ненецкий округ помогает переселенцам из Украины не только жильем. Так, например, в центре занятости, прибывшим из соседнего государства, помогли определиться с будущей работой. Окружные предприятия готовы предоставить рабочие места гражданам Украины. На сегодняшний день вакансии уже предложили Ненецкая агропромышленная компания, Наринмар Дорьемстрой, Наринмар Сейсморазведка, Ненецкая окружная больница, городское потребительское общество и частные предприниматели. Кстати, по данным ФМС Панау, на территории нашего региона прибыло 37 граждан Украины. Из них 7 человек уже трудоустроились. На встречу пришли 12 человек. Все граждане Украины находятся в поиске работы в округе. Представители центра занятости и работодатели заверили, Вакансий более чем достаточно, а главное предприятие готово предоставить их переселенцам, несмотря на возникающие сложности. При замещении вакансий жителями Украины возникают сложности с налоговым обложением. Работодатели идут на этот шаг и принимают жителей Украины. Даже несмотря на то, что у них идут кое-какие-то трудности с налогами. Также работодатели готовы обучать граждан Украины необходимым навыкам и придержать для них вакансии, чтобы дать время на сбор всех документов. Наниматели отмечают, вся информация о рабочих местах есть в центре занятости. В основном это вакансии врачей, медицинских сестер, поваров, плотников, парикмахеров, подсобных рабочих, маляров и штукатуров. И это далеко не полный список. 40 человек готов принять на работу на Ринмарстрой. Более 20 человек на Ринмар-Дор-Римстрой. В настоящее время центр занятости Нинецкого округа сформировал банк вакансий для граждан, прибывших с территории Украины. В нем на сегодня имеется около 80 предложений о работе. Сейчас прервемся, и вот что вы увидите далее. 1 января станет на одну квитанцию больше. С каждого квадратного метра жилья владельцы будут перечислять в фонд капремонта определенную сумму. Какую, узнаете во второй части выпуска. Доброе дело закончилось крещением, а обряд проводил лично глава Наринмарской мизинской епархии Владыка Иаков. О герое расскажет Валентина Чибичек. Морские перевозки из Архавельского Наринмар по расписанию. Любые виды грузов. Упаковка, хранение и доставка от двери до двери. Предоставление контейнеров. Полар Транс. Мы рядом. Телефон 8 800 187 64. Сайт polartrans.ru Хоть весь город обойдешь, лучше мяса не найдешь. В ООО «Мясопродукты» заходи, и ты поймешь. Служит наша колбаса украшением стола. И тушенка хороша для картошки и борща. Дома, в школе, на работе, на природе, в огороде и в компании друзей. Вместе с нами веселей. Всегда свежая и вкусная продукция ООО «Мясопродукты». Мы продолжаем выпуск. В ближайшие месяцы многим собственникам жилья предстоит сделать выбор, кому платить взносы на капитальный ремонт. Напомним, с 2015 года в Ненецком округе вводится обязательный ежемесячный платеж за капремонт. Поэтому уже до 9 октября владельцы квартир должны выбрать удобный для себя способ формирования фонда. Есть всего два варианта – специальный счет и счет регионального оператора. К последнему деньги отправятся и в случае, если жильцы не сделают выбор. С 1 января станет на одну питанцию больше. С каждого квадратного метра жилья владельцы будут перечислять фонд капремонта по 6 рублей 50 копеек. Региональная программа рассчитана на 30 лет. В нее входит больше полутысячи домов, часть из которых могут исключить из программы по объективным причинам. Так, например, если здание имеет износ определенной степени или стоимость ремонта окажется слишком высокой. Жильцов домов, не входящих в программу, освободят от взносов. Подробную информацию о каждом здании и новом платеже предоставлено на сайте фонда капитального ремонта в Ненецком округе. Владелец печета обязан по любому требованию собственников в любой момент представить информацию о том, сколько поступило туда средств, сколько остаток там и куда они были израсходованы. Банк, так как в банке будут открываться счета, кредитная организация не имеет права ничего делать с этими деньгами. Она может использоваться только в оплату работ, пока ремонт. Наринмар Дорьемстрой подвел итоги работы за первое полугодие 2014 года. Результаты неутешительные. Доходы предприятия уменьшились, а кредиторская задолженность продолжает расти. На сегодняшний день основными проектами предприятия являются строительство дороги Наринмар-Тельвиска, обеспечение транспортной инфраструктурой поселка Старый Аэропорт, а также работы по содержанию автомобильных дорог. Доход предприятия за январь-июнь составил 50 миллионов рублей. Это в два раза меньше, чем за аналогичный период предыдущего года. Кредиторская задолженность предприятия сегодня составляет 120 миллионов рублей. Самые крупные задолженности перед перевозчиками грунта и щебня, которые работали на строительстве дороги Наринмар-Тельвиска и поселке Старый Аэропорт. Владельцам машин с иностранными номерами теперь придется соблюдать правила дорожного движения. Напомню, до сегодняшнего дня водителей автомобилей с иностранными номерами было сложно привлечь к ответственности за нарушение ПДД, чем многие автомобилисты и пользовались. Однако власти нашли способ приструнить таких нарушителей. В силу вступили поправки в ПДД, которые обязуют водителей машин с иностранными номерами возить с собой документы, предусмотренные таможенным законодательством. А сотрудник ГАИ теперь их вправе потребовать. Напомню, раньше это было запрещено. Таким образом инспектор сможет проверить, не просрочен ли срок вывоза автомобилей из страны и проставлены ли отметки в таможенной декларации. Раньше иностранные номера давали некую свободу на нарушение правил дорожного движения. Комплексы фото-видеофиксации выявляли нарушение, но отправить штраф ли хочу не могли, ведь регистрационные знаки другого государства в нашей базе данных не числятся. Кому отправлять штраф, непонятно. По этой причине автомобили с иностранными номерами стали опасны для мирных жителей. С такими номерами можно было безнаказанно сбежать с места аварии, а то и преступления. Теперь, благодаря поправкам в ПДД, инспекторы ГИБДД вправе проконтролировать, ведет ли машину тот, кто ее ввез на территорию России, и не закончился ли срок временного ввоза. Причем и за то, и за другое нарушение сейчас грозит довольно серьезное наказание. Штраф от полутора до двух с половиной тысяч рублей. А теперь, внимание, штраф взымается вместе с конфискацией автомобиля. К другим темам. Недавно мы показывали сюжет о том, как несколько школьников вызвались красить храм. Буквально за несколько дней фундамент храма преобразился и стал ярче. Для одного из ребят доброе дело закончилось крещением. Обряд проводил лично глава Наринмарской и Мизенской епархии Владыка Яков. «Делай добро, и оно к тебе вернется» – в этом убедился Ваня Малеев, ученик седьмого класса первой школы. В начале августа несколько ребят добровольно вызвали скрасить фундамент храма преображения. Каждый день с кистями в руках по несколько часов они проводили за работой. Спустя три дня результат был налицо. Владыка Яков пришел к ребятам поблагодарить их за труд и выяснил интересные обстоятельства. И когда я с ними разговаривал, хотя это за минуту-две, я вдруг обнаружил, что двое из них не крещены. Вот один из них – Иван. И с Божьей помощью родители были согласны, что Иван примет крещение. Я усматриваю это просто промысл Божий. Так Ваню решили крестить. Глава Нарьенмарской и Мизенской епархии обряд посвящения в православии проводил лично. Как заметил Владыка, день крещения совпал с православным праздником – днем святого мученика Иоанна Война. В честь него и нарекли крещеного. По словам Вани, креститься он хотел давно. И пусть смысл православия он понимает не до конца, постигать основы духовной жизни он готов. Ведь у него еще есть сестра и друзья, с которыми бы он хотел ходить в храм. Буду в церковь ходить почаще, в воскресную школу будет. Владыка говорил, что морское дело какое-то откроется, вот туда буду ходить. Служители храма отвечают, что желающих креститься и венчаться в городе становится все больше. И с каждым человеком, пришедшим на службу, наш город становится сильнее и светлее. Валентина Чибичек, Николай Таратин и Дмитрий Лукевич, Телеканал «Север». Дмитрий Лукевич, Телеканал «Север».